Хотелось бы узнать, как создать, найти сильное окружение, свою стаю. С учетом возраста, приближающегося к 40, хочется добрых, искренних, дружеских отношений. Какие техники и методы применить, какие из них скомпоновать, в какой последовательности? Хороший вопрос. И мы в методе Сильва есть определенная схема и методика, как работать с целями и желаниями. Поэтому мы используем ту же самую технику. Мы можем использовать здесь зеркало сознания. Но для начала нужно разобрать эту цель и это желание по компонентам. Помним, чего именно я хочу. Должна быть конкретная сформулированная цель. Что такое сильное окружение? Чего я хочу от этого окружения? Какого уровня поддержки? Это может быть онлайн? Сейчас в нашем онлайн-мире такие возможности. Или я хочу вживую встречаться? Если я хочу вживую встречаться, как часто? Какой возраст у этой группы? Чем я хочу с ними заниматься? Какие у нас общие интересы? Почему мне так важна эта группа? Понимаете? То есть нужно ответить на все эти вопросы. Что такое стая? Или это просто вы где-то услышали о том, что нужна стая, и теперь вы хотите? Что такое стая для вас? Какие это люди? Как часто вы с ними встречаетесь? Чем вы с ними занимаетесь? Вы с ними ездите в путешествия? Или вы с ними изучаете метод, например, работаете с методом? Или вы занимаетесь, я не знаю, садоводством? Что такое стая для вас? У меня есть несколько поддерживающих групп, и мне это нравится. Мне, наоборот, нравится, что у меня в зависимости от моих интересов замешанные группы, замешанные стаи. И мне кажется, это тоже нормально. У меня есть моя беговая компания девочек, с которыми мы путешествуем, чтобы участвовать в забегах. Мы с ними бегаем на выходных. У нас есть общий чат, где мы переписываемся на темы близкие к спорту, в общем, обсуждение поездок. Вот скоро мы поедем в Англию. В июле мы поедем в Англию. В прошлом году мы ездили в Эдинбург вместе. Вот так вот у нас четыре человека, где мы собираемся и путешествуем. У меня есть театральная стая, где мы вместе ходим на театры, обсуждаем постановки, участвуем в спектаклях, ходим на репетиции, занимаемся в одной студии и встречаемся еще вне. У нас объединяет тема театра. У меня есть вы. И с вами я вижусь только в онлайне. Я провожу эфиры, где я больше вещаю. Мы встречаемся в зуме с вами, где у нас есть возможность обменяться энергиями. Мы вместе сканируем случаи. У нас есть несколько групп. У нас есть группа стакана воды. У нас есть группа, когда мы изучаем курсы. У меня есть вы. Это моя стая, где у меня происходит обмен, постоянный обмен в области метода Сильва, медитации и так далее. Поэтому, Милен, начните с того, чтобы четко сформулировать цель, почему, чего я хочу, верю ли я, что я для этого делаю. И дальше идет визуализация, техника. Зеркало сознания, где вы представляете себя среди этих людей, в живую или в онлайн. Техника стакана воды, где вы все время пьете с намерением, что я нахожусь в этой среде. Но для того, чтобы начать применять техники, нужно сначала четко сформулировать свою цель, понять свое истинное желание. Помните, о чем мы говорили? Техника стакана воды даже или техника сновидений в помощь для понимания, чего я хочу. Потому что, на самом деле, когда вы начнете поиск, чего вы хотите, может быть, вы выйдете на совершенно другое что-то. И еще вот хотелось здесь такой момент важный сказать. Знаете, как рождаются самые гениальные бизнес-идеи? Когда происходит заполнение пробелов. И если вы считаете, предположим, что в вашем городе нет какой-то области, группы, она не закрыта, значит, это пробел, и вы можете его. То есть создайте то сообщество людей, в котором вам в первую очередь было интересно быть. Но вы должны понимать, что вы хотите. Почему я заговорила про это? Например, два года назад я очень хотела утренние тренировки на природе. Вот прям хотелось. И что я сделала? Я объявила, что я буду проводить тренировки три раза в неделю в девять утра в парке в соседнем. И раскидала объявление по своим знакомым, поставила объявление в фейсбук-группу. Я хотела этим заниматься. Я бросила клич, ко мне стало приходить на регулярной основе. Мы занимались до середины сентября. Четыре-пять человек. Это прекрасная группа для того, чтобы я проводила тренировки. То есть у меня была определенная схема. И я параллельно занималась вместе со своей группой. Поэтому решите, что вы хотите, и начните это создавать. Это пространство, где вы собираетесь раз в неделю или раз в месяц. Или это пространство, где вы собираетесь в онлайне. Что вас объединяет и чем вы хотите заниматься. И начните тогда это создавать, если этого нет.